Здравствуйте! У правительства не хватает денег на антикризисный план. Об этом Дмитрию Медведеву заявил министр финансов Антон Силуанов. Нужно 250 миллиардов рублей, а есть меньше половины – 120. Чтобы решить проблему финансового разрыва, Минфин предложил сократить расходы и вычеркнуть из плана пункты, которые снижают доходы бюджета. Например, господин Силуанов предлагает сильно урезать антикризисные расходы Минздрава почти с 49 миллиардов рублей до 13. Также он считает невозможным субсидировать по кредитам промышленные предприятия на 10 миллиардов рублей и поддерживать машиностроение на 21 миллиард. Японские телевизоры уходят с российского рынка. Причина – кризис и сокращение покупательской способности. Как пишет коммерсант, падение спроса на телевизоры в России сильнее всего ударило по японским производителям этого класса бытовой техники. Из бизнеса фактически ушла шарп. Доля Panasonic по выручке сократилась почти до нуля. Ранее прекратила поставки Toshiba. Как отмечает издание, продажи телевизоров в нашей стране сократились на 47%. Компании распродают уже завезенный товар. Например, шарп перестала поставлять продукцию еще в первом квартале 2015 года. На месте Мариона появятся жилые дома. Акамскую долину застроят торговыми центрами. Депутаты Гордумы одобрили смену зонирования этих территорий. Pan City Group давно присмотрел землю бизнес-парка и завода Марион на шоссе космонавтов. Девелопер намерен реализовать здесь проекты жилой застройки, а производственные мощности вынести на другую площадку. Что касается Камской долины. Как мы уже рассказывали, на участке 26 гектаров по адресу Спешилова, 94, группа компании X предлагает создать ритейл-парк. На этой земле могут встать и гипермаркеты спортивных товаров Декатлон и Спортмастер, гипермаркеты мебели и товаров для дома Хоффа и Лерой Мерлен, Макдональдс. Также X рассматривает два варианта продуктового гипермаркета. Либо метро Кэшнткэрри, либо гипермаркет собственной сети «Семья». 239 миллионов рублей. В такую сумму обойдется краевому бюджету реконструкция речного вокзала. В аукционе на приспособление здания для современного использования участвовали две организации. Победителем объявлена фирма, которая согласилась выполнить все работы, начиная от устройства фундамента до отделки благоустройства за 239 миллионов. Начальная максимальная цена контракта составляла порядка 241 миллиона рублей. На все про все отводится меньше полутора лет с момента заключения государственного контракта. Курсы валют, установленные Центробанком, на 25 февраля доллар 76 рублей 39 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах. Продолжение следует...